В эфире канал ОТС, программа «Экстренный вызов». В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, смотрите сегодня. Лил слезы в СИЗО водителя, насмерть сбившего 12-летнего школьника, приговорили сегодня. Дорогой деликатес. Транспортные полицейские изъяли крупную партию черной икры. Наломали дров. Нелегальные лесорубы, похитившие леса на десятки миллионов рублей, сядут на скамью подсудимых. На территории новосибирского охладокомбината в Кировском районе города произошло убийство. В бытовке один из рабочих задушил свою сожительницу. По ходатайству следователя суд отправил мужчину в СИЗО. Приезд журналистов взбудоражил охрану хладокомбината. С контрольно-пропускного пункта съемочную группу экстренного вызова отправили в приемную руководству. Но директора на месте не оказалось. Беседовать с представителями СМИ пришлось юристу, который и не слышал о произошедшем криминальном инциденте. В любом случае, если бы здесь какое-то расследование проводилось, я был бы в курсе, потому что здесь была бы полиция, были бы какие-то обыски, допросы и так далее. То есть ко мне по этому вопросу вообще никто не обращался и никто в известность не ставил. В СК подтвердили, на территории крупнейшего за Уралом складского комплекса действительно произошло убийство. В одном из хозяйственных корпусов располагалось что-то вроде общежития. Обитатели одной из комнат поссорились. В ходе конфликта мужчина задушил свою 27-летнюю сожительницу шарфом и спокойно лег спать. Тело женщины на следующий день обнаружил родственник погибшей, который сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Сотрудники полиции задержали фигуранта по делу и доставили к следователю территориального средственного органа. Сотрудники СК возбудили уголовное дело и назначили необходимые экспертизы. На допросе задержанный свою вину признал частично. Под конвоем 35-летнего мужчину привезли в Кировский районный суд. На время следствия обвиняемого в убийстве заключили под стражу. За расправу над сожительницей ему грозит до 15 лет лишения свободы. Финал громкого процесса. Октябрьский районный суд вынес приговор водителю BMW X5, который летом этого года сбил на пешеходном переходе юного велосипедиста. От страшного удара ребенок погиб на месте, а владелец престижного внедорожника ответил за содеянное по всей строгости закона. Во время следствия и на протяжении всего процесса уроженец Азербайджанской ССР Есин Гасанов находился за решеткой. И даже несмотря на то, что мужчина страдает рассеянным склерозом и с трудом передвигается, меру пресечения ему не меняли. Что, впрочем, неудивительно, ведь по вине этого горе-водителя смертельные травмы получил 12-летний школьник. Мальчик хорошо учился и всерьез занимался футболом, подавая большие надежды. Но в июне этого года случилась трагедия. Стоит отметить, что серьезное заболевание отнюдь не мешало Гасанову в тот роковой день гнать на своем BMW с большим превышением скорости. Кроме того, он проигнорировал запрещающий сигнал светофора. В результате внедорожник сбил ребенка прямо на зебре и протащил несколько десятков метров по дороге. Гасанов вину не отрицал и постоянно просил прощения. Но при этом пытался оправдаться. Мол, просто отвлекся на телефон. Сожалею очень сильно. Я сколько переплакал уже. Честно говоря, там в СИЗО, там в СИЗО, там в СИЗО, там все меня знают. Как я все меня успокоился, успокоился. Это несчастный случай. Я говорю, я не могу, ребенок. В общем итоге в СИЗО фигурант провел полгода. Отчасти ему это сыграет на руку. Ведь Октябрьский районный суд приговорил Гасанова к четырем годам колонии и поселения. Теперь значительная часть этого срока будет погашена. Помимо этого, осужденный должен выплатить маме погибшего мальчика полтора миллиона рублей. Я говорю, полтора миллиона я отдам. Я готов выплатить. Я говорю, насколько мне возможно есть. Насколько искренними были обещания Гасанова, покажет время. Решение суда пока не вступило в законную силу. И стороны могут его обжаловать. Спортные полицейские изъяли из незаконного оборота больше 35 килограммов черной икры. Сотрудники линейного отдела МВД на станции Новосибирск не просто перекрыли канал поставки и реализации деликатеса, а задержали трех жительниц города, участвовавших в нелегальном бизнесе. Такого ажиотажа на центральном рынке города не было давно. И виной всему не предновогодняя суета. Транспортные полицейские и следователи комитета в сопровождении бойцов ОМОН и Росгвардии навестили нелегальных торговок деликатесами. Опись подозрительного товара заняла не один час. Бизнесвумен неплохо устроились, работали фактически в промышленных масштабах, так как черная икра пользовалась особым спросом. Правоохранителям пришлось действовать быстро, проверяя одновременно сразу несколько адресов. Провели обыски по месту проживания подозреваемых на складе хранения товара и в торговой точке, где емкости с черной икрой были замаскированы среди пластиковых контейнеров с легально продаваемой красной икрой. Общий вес изъятой черной икры составил почти 35 килограммов, стоимость которой на черном рынке превысила бы 1 миллион рублей. Кроме того, при обыске контейнера, рефрижератора, который стоял на территории складских помещений, в ожидании разгрузки нашли и изъяли больше 100 килограммов рыбы, относящейся к семейству осетровых. Также в руки правоохранителей попали документы, счет фактуры на закупку и поставку товара, деньги электронной носители информации. Все это, как считают следователи, принадлежит 48-летней жительнице Новосибирска. Именно она наладила бизнес, забирала у браконьеров черную икру по дешевке и через арендованные точки уже в своем городе сбывала в розницу, накручивая, естественно, цену. К делу привлекла двух женщин, которые прекрасно знали, что продают нелегально добытые деликатесы. Так что теперь вся группа не уйдет от ответственности. Наломали дров на уголовное дело. Следователи МВД закончили работу над делом о незаконной рубке и хищении лесных насаждений. На скамни подсудимых сядут четверо жителей Новосибирской области. Спецназ ФСБ вместе с оперативниками по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального главка МВД задержали дровосеков еще в ноябре прошлого года. Четверо новосибирцев подогнали в одно из лесничеств Колыванского района технику, нашли подручных и организовали нелегальную деляну. В заказнике срубили почти 700 кубов леса, а это по самым скромным подсчетам порядка 22 миллионов рублей ущерба. К тому же злоумышленники умудрились умыкнуть и уже заготовленную официальным способом древесину, которая хранилась на соседнем участке. По объявлению нашли специализированные погрузчики, наняли работяк, которым представились вымышленными именами, и увезли доски покупателям. Кстати, все сопроводительные документы тоже были фальшивыми. В отношении дровосеков было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Незаконная рубка лесных насаждений, нарушение режима особо охраняемых природных территорий, кража, а также перевозка, переработка и нелегальный сбыт древесины. Срок выйдет немалый. Ближайшее время это дело начнут рассматривать в Новосибирском райсуде. И последнее. Пожар в третьем переулке Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска произошел далеко не случайно, считают дознаватели МЧС. И хотя экспертиза еще не готова, основной версией случившегося называют умышленный поджог. Алгоритм реально звучит. Местные жители говорят, этот деревянный барак даже после расселения никогда не пустовал. Заброшку облюбовали местные бомжи. Также частенько в здании играли дети. Правда, в день ЧП ничего подозрительного не происходило. Строение вспыхнуло словно спичка. Пожару даже присвоили повышенный ранг сложности. И только через полтора часа смогли сбить открытый огонь. А после долгое время проливали пепелище. Во избежание повторного возгорания. Открытым огнем горели помещения первого и второго этажа, а также мансардный этаж. В 19 часов 28 минут открытое горение было ликвидировано на площади 225 квадратных метров. На ликвидацию данного пожара силы и средства были стянуты по повышенному рангу. Дознаватели МЧС устанавливают причину возникнения пожара. Наиболее вероятное рассматривается как поджог. На этом пока все. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам. Мобильный телефон редакции экстренного вызова 310-2005 доступен каждый будний день с 12 и до 6 вечера. А в студии работала Мария Никитина. Берегите себя и оставайтесь на телеканале ОТС. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok